Страшные кадры из Сирии, одна из группировок так называемой умеренной оппозиции, которую, кстати, поддерживают Соединенные Штаты, обезглавила ребенка. В интернете появились кадры расправы, которую боевики Нуриддин Аззинги учинили в районе Алеппо. Мальчика похитили из лагеря палестинских беженцев и обвинили в том, что он воевал в отряде, который выступает на стороне армии президента Асада. Сам страшный момент мы, разумеется, понятным причинам показывать не будем. Отношение к ситуации Соединенных Штатов в лице Госдепартамента выяснял корреспондент агентства США, этот пресс, Мэтью Ли. Я хочу поинтересоваться, вы видели и вообще в курсе, что группировка, поддерживаемая США, обезглавила ребенка? Нет, спасибо, разумеется. Мы видели сообщения, но подтвердить их не можем. Нам необходимо больше информации. Как мы поняли из неподтвержденных сообщений, свободная армия Сирии назначила спецкомиссию для расследования этого инцидента. И что уже арестованы те, кто может быть к нему причастен. Если я не ошибаюсь, это группировка Альзинки. Это как-то повлияет на поддержку США данной группировки или даже всей свободной армии Сирии? Ну, мы думаем, если, конечно, как вы сказали, сведения, что инцидент имел место подтвердяться и группировка действительно к нему причастна, я думаю, мы могли бы сделать паузу. Уже после этого заявления в Соединенных Штатах опубликовано интервью главы Пентагона Эштена Картера. Он, среди прочего, обвинил Россию в действиях против тех самых умеренных сирийских группировок, пользующихся поддержкой Америки. Хотя наша страна наставит, чтобы развести оппозицию и террористов. И об этом только на минувшую неделю говорили в Москве с госсекретарем Джоном Керри. Продолжение следует...